всем привет мои хорошие и сегодня одно из ваших любимых видео это выпуск про мою работу на этот раз мы с вами отправляемся на остров самуи и уже вышло оттуда два блога с предыдущих дней если не видели посмотрите обязательно а сегодня мы поговорим про свадьбу которую я там снимала и для чего я собственно говоря прилетела честно говоря самуи я люблю еще больше чем хукет потрясающе очень самобытный остров и эта свадьба зашла достаточно внезапно то есть мне наверное в июне написала невеста на июль как правило такие далекие свадьбы выездные они бронируются за год за полтора а тут просто за месяц я была конечно несказанно рада дополнительному мини-отпуску во время свадебного сезона потому что конечно же я всегда остаюсь на несколько дней если у меня выездная какая-то съемка а вы думаете как я чищу линзы именно так как всегда я начинаю съемку с деталей я снимаю все что не касается присутствия жениха или невесты внутри кадра все смотрелось именно так как и должно быть на островной тропической свадьбе и даже когда я снимал детали у меня для сережек была такая ракушка затем я снимаю жениха пока собирают невесту жених кстати оказался очень классный он мне напомнил какого-то азиатского джеймса бонда нереальный совершенно взгляд у мальчика он очень круто позирует у него классная такая ухмылка тире улыбка в общем снимала я его дольше обычного еще немного шутили и прикалывались с ребятами наливали ему шампанское он сидел как царь в кресле было весело мы тоже много смеялись после этого я пошла снимать наш с вами невесту совершенно фантастическая невеста меня была зовут ее лайн или лейн я вот честно говоря уже спустя год произношение вспомнить не могу такая вот у меня дурная память и а и и и и и и и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У нее было очень красивое платье. Мне кажется, оно шикарно вписывалось именно в такую островную свадьбу. Абсолютно не пышная, нежная, с вырезом, с небольшими такими рукавчиками-крылышками. Также я очень люблю, когда невесты продумывают, в принципе, очень хорошо свадебный день. И моя невеста, у нее были небольшие такие книжечки, ее обещания и его обещания, her wows and his wows. Точнее, даже не обещания, а клятвы, более правильный перевод будет. И в течение самой церемонии они потом из этих книжечек как раз читали друг другу свадебные клятвы и обеты. Совершенно очаровательная. Как я понимаю, это была дочка сестры жениха, была как flower girl, то есть выходила перед невестой и раскидывала лепестки, она была просто милейшая. За ней выходили подружки-невесты и уже дальше невеста с папой. И да, посмотрите, пожалуйста, на место церемонии. Пожалуй, из всех церемоний, которые я снимала за свою жизнь, это была самая невероятная в плане вида и, в принципе, компоновки. То есть такой полукруглый подиум практически на обрыве в центре джунглей с видом на море под пальмами просто захватывало дух. Когда я только приехала на виллу, я обалдела, как все красиво обставлено для церемонии. Стулья выставлены по двум полукругам, потрясающая арка, очень натуральная, зеленая, не соединенная сверху. Мне, кстати, нравится такой подход к аркам, смотрится очень свежо. И это, конечно, нереальная огромная пальма, нависающая над всем этим удовольствием и джунгли вокруг. Я, честно говоря, очень люблю снимать такие камерные свадьбы, где 20-60 человек, мне кажется, это на самом деле оптимально. Большее количество человек, очень трудно даже уследить за ними. Как я уже говорила, пара у меня была очень активная и очень заводная. И вы можете это видеть по тому, как он ее целует после обмена кольцами, как они идут вниз по аллее, going down the aisle, улыбаясь, смеясь и пританцовывая. Поверьте мне, далеко не каждая пара так активно себя ведет на своей свадьбе. Поэтому для меня это всегда двойное удовольствие снимать таких живых ребят. На свадьбе было много совершенно потрясающего декора, деревья все, которые были на территории виллы. На них висели такие стеклянные колбочки внутри с маленькими цветами, которые особенно на закате смотрелись, как такие огромные капли воды, переливающиеся в лучах солнца. Стояли два велосипеда таких полусвадебных, отельных, белых, с надписями мистер и миссис. У нас был невероятный закат, поэтому капл шут получился очень таким засвеченным солнцем, таким золотистым, мягким и нежным. Вы можете видеть по фотографиям, как они любят друг друга, как они смотрят друг на друга, прикасаются друг к другу. Конечно, я каждый раз помогаю в позировках, помогаю куда положить руки, какие лучше испытывать эмоции, как посмотреть. Но, безусловно, очарование пары играет немаловажную роль. Также мне очень понравилась идея с таким огромным шалашом, то есть большое такое подобие шалаша из белых кусков ткани и снизу ковры и огромное количество мягких подушек. И во время аперитива все гости находились где-то там, в этих шалашах, сидели вместе, выпивали, кушали закуски. Смотрелось это, опять же, очень органично для такой свадьбы. Нельзя также не отметить огромные подносы с устрицами, которые носили между гостями. Нам тоже досталось, наверное, с десяточек этих самых зверушек. Было, по-моему, два или три друзей жениха и только две подружки-невесты. И вообще на свадьбе были только такие самые все близкие и родные. Сама свадьба была не слишком громоздкой. Также ребята сделали такую инстарамочку квадратную с каллиграфией, на которой написано Adventure Awaits, то есть приключения ждут. И мне кажется, что это крутая идея. Это не то, чтобы фотобудка, это такая апгрейднутая фотобудка, гораздо интереснее и гораздо свежее, как решение для свадьбы. Еще мне очень понравилось, как были оформлены, так скажем, подружки-невесты. У них были цветочные венки и очень такие натуральные, очень приятные, нежные букеты. Уже после заката, так как мы совсем не успели, потому что не знали об этом месте, мы поднялись на крышу этой виллы. Оттуда тоже был потрясающий вид и волшебство пленки опять же взяло вверх. И даже после заката получились потрясающие кадры с очень красивым видом. Также классное решение было с баром. Это был такой маленький старинный мини-венчик по типу тех, в которых ездили хиппи в свое время. По-моему, это Volkswagen мини-вен. И он был переделан под бар такой переносной, переездной. И там готовили любые коктейли, которые ты подходил и мог себе заказать. И сама зона ужина была тоже невероятная. Она была на краю бассейна. В бассейн были запущены свечи в бамбуковых рамочках с цветами. И сама сервировка стола была тоже безумно стильная. Обожаю сочетание зеленого и золотого. То есть все менюшки и салфетки были обернуты в настоящие листы зеленые. И на них была золотая каллиграфия. И также все приборы были тоже в золотом металле. Также над самим столом гирляндами были развешаны огоньки, которые, как только спустились в сумерки, зажглись. И наступила просто какая-то магия. Эти огоньки вдалеке моря, пальмы, остров. Это было просто волшебно. Дальше уже начало темнеть, и все гости ждали с бенгальскими огоньками. И ребята прошлись торжественно, опять же, пританцовывая. Это просто, мне кажется, было фишкой всей свадьбы. Дальше было сказано много приятных и добрых слов, тосты от друзей, от родственников. Реймонд, это так зовут жениха, он даже спел песню своей возлюбленной, своей жене уже на тот момент. Она в середине песни выбежала к нему с телефоном и с текстом песни начала ему подпевать. Это тоже было очень мило, очень неожиданно. Я люблю такие свадьбы, где немножко все идет не по плану, но тем не менее, безумно трогательно, весело и нежно. В конце вечера, как всегда, было разрезание торта, который, кстати, украшали кактус. Смотрелось это тоже чрезвычайно мило. И бросанием букета в сторону незамужних девушек. И самый конец свадьбы, это было бурное веселье среди молодых участников торжества, скажем так. Мы немножко повеселились тоже с ними и пошли спать, потому что я очень сильно устала. Этот съемочный день был больше 10 часов, насколько я помню. И дальше был следующий день, который вы увидите в следующем влоге. А на этой прекрасной ноте я вас всех целую. И пока-пока, до скорых встреч. С вами была Даша. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...